Доброе утро, мои хорошие! Мне только что проснулось, время 9 часов утра. Надо вставать, а так хочется еще часочек поспать. Как заставить себя встать? Искупалась, собрала постель и немножко проветриваю помещение. Погода на улице просто обалденная, солнышко и чувствуется весна. В последнее время каждое мое утро начинается с макияжа, потому что я каждый день снимаю для вас мукбанки. И сегодня не исключение, мы будем использовать вот этот тон от Риммель. Здесь осталось совсем чуток, я должна его закончить, хотя этот тональный мне не очень нравится, если честно. И как только я принимаю это положение, дурачок тут как тут. Вот лежит на моей ножке. Последнее время он ужасно линяет, надо его хорошенько расчесать. Макияж уже готов, но голова у меня еще мокрая, а я пипец голодная, кушать хочу. Я думаю прям так сесть. И когда у меня голова мокрая, я сижу снимаю мукбанк, часто вижу в комментариях, люди пишут, Айка, какая жирная голова, неужели нельзя было помыть голову? Ребят, она не жирная, она просто мокрая. И в кадре она реально кажется жирной. Поэтому не знаю, может ободочек надеть или еще что-то. Или просто подождать или высушить феном. Не охота, я жрать хочу. По возможности, когда у меня есть свободная минуточка времени, я стараюсь вычесывать твикса. Его приятнее держать в руках, да и вообще носить черные вещи. Поэтому я стараюсь его вычесывать. А это очень удобная насадка от моего нового парового утюга. Получается быстро, да и твикс тоже не сильно сопротивляется. Ему даже в какой-то степени это нравится. А я пользуюсь этим и продолжаю вычесывать его везде, где возможно. И буквально за несколько минут, смотрите, сколько я вычесла шерсти. Очень легко и просто, вот таким вот способом. Девочки, мне настолько нравятся мои вот эти новые кардиканы. Это просто one love. Я просто не вылезаю из них. Посмотрите, какая вязка. Сейчас я пойду к перване. Еще надену джинсики. Еще на топик какой-то сюда. Давайте покажу вам лучок, который у меня получился. Это джинсы, которые я покупала в прошлом году. Трубы с вот такими вот разрезами. Они безумно комфортные. Но единственное, посадка не очень высокая. Так, знаете, средненькая. Сегодня мы перване должны сделать коррекцию. Очень странная особенность. Вот я, например, уже месяц хожу со своими ногтями. Мама тоже чуть меньше месяца. У нас все держится. У нее почему-то не держится покрытие. Она сама себе делает, тоже не держится. Я и делаю, тоже не держится. Очень странно. Вроде схема одна и та же. А почему-то у нее покрытие не держится. И вот сегодня я еще раз хочу попробовать ей сделать. Я возьму с собой свою фрезу. Естественно, насадку я надену ее. Но фреза у меня очень хорошая. Она очень мощная. И девчонки меня спрашивали, кто только начинает делать гейлак дома себе. На фрезе экономить не стоит. Лучше брать мощную, чтобы было прям много оборотов. У меня такая. Служит она мне уже давно. И очень удобно. Быстро снимает покрытие. Привет! Я уже на месте. Дети сейчас идут в школу. И мы сейчас приступим к маникюрчику. Или у нее есть вот такие вот свои фрезы. Куча всего. И мы будем делать сейчас коррекцию. У нее гейлаки всегда в таком аккуратном состоянии. Вот то, что мы делали в прошлый раз. Такие блестящие ноготочки. Но, к сожалению, везде у нас отслойки. Не знаю почему. У меня вот держится, у мамы держится. А у первого она не держится. Напишите в комментариях. Мастера маникюра. Может быть вы что-то посоветуете для таких ногтей. Может ли это быть на гормональном фоне. Или что может влиять на носкость ногтей. Ну что, приступим. Не обращайте внимания на желтый свет. Это просто у нее такая фирменная лампочка. Сейчас будем снимать покрытие. Кто такой булочка? Кто такой запеканочка? Смотрю на него и думаю, может все-таки надо заводить детей. Мы сняли покрытие. Сейчас будем наносить базу, укрепляющий гель и топ. Камуфляжные ногти будут. Что мне нравится? Покажу твою красоту. Ладно, я заляпала камеру. Давай свои ручки. Давай без света, чтобы не видно было мои ошибки. И без фокуса даже можно. Эта камера меня раздражает в этом плане. Вот фокуса нет. Вот такой вот результат у нас получился. За сколько мы управились? Полтора часа. Посмотрите на эту скорость. Посмотрите на это качество. Посмотрите на эти блики. Как эта бабочка 3D отражается, улетает. Я уже дома. Посмотрите, что мне подарила Первана. Это масло для кутикулы. Раньше я никогда его не использовала. Но теперь буду. У нее как раз был запасной. И она подарила его мне. Скоро будем делать коррекцию. Когда точно не знаю. Но уже месяц я хожу с этими ноготочками. И пишите в комментариях, какой цвет сделать следующее. Я хочу сделать оранжевый. Потому что купила новый гель-лак. И его обязательно нужно затестить. Придя домой, я долго не знала, чем заняться. Потом решила порисовать. Потому что на бумажном канале долго не было видео. А такое допускать нельзя. В среднем на создание одной коллекции уходит от 12 часов непрерывной работы. Это очень много. Можно, конечно, делать коллекции попроще. И тратить гораздо меньше времени. Но я люблю делать хорошо. Не знаю, что именно выйдет раньше. Бумажная распаковка или этот влог. Надеюсь, что бумажная распаковка. И здесь нету никаких спойлеров. Но в любом случае посмотрим. В процессе рисования я обязательно смотрю какой-то фильм или сериал. Раньше я смотрела очень много мелодрам российских. Но в последнее время меня просто раздражает этот сюжет. Вне зависимости от названия сериала. Все главные героини забиты. Очень наивны. И в конце находят себе какого-то миллионера. Который сам бегает за главной героиней. И мечтает, чтобы она стала его девушкой. Как только я вижу этот сюжет, я просто выключаю. Конечно, я очень рада за главных героиней. Не хотелось бы, чтобы и в жизни все было в точности, как в кино. Но, к сожалению, этот сюжет нереалистичен. И все эти фильмы очень похожи друг на дружку. Поэтому я начала смотреть комедии. Или же, например, какие-либо детективы. Очень много интересных сейчас на ютубе. В общем, в процессе рисования я обязательно что-то смотрю. Или слушаю. Точнее, наверное, слушаю. Зашли на кухню. И мы просто офигели от этого размера. Посмотрите, какая огромная клубничка. А как она пахнет, это просто нечто. Обожрались клубничкой. Теперь пора заняться чем-то полезным. Я хочу помыть кисти. Потому что уже чистых практически нет. Я реально не знаю, куда теряются мои вещи. Кистей становится с каждым днем все меньше и меньше. Вроде я покупала наборами. Я смотрю, каждой кисточке по 3-4 штуки осталось. Куда все делать, я не знаю. Реально, у меня дома все пропадает. Но хотя бы то, что есть, давайте помоем и разложим. Буквально 20 минут моего времени. И все кисти чистые. Вот так вот их аккуратненько расстелила на салфетке на окошке. Кстати, я еще вот помыла эти чашечки для кистей. Я их покупала за 1 монат. В магазине наподобие вашего фикс прайса. Вот что-то такое. В общем, стоили они супер бюджетно. Их тоже помыла. И вот так вот поладила. Пусть сохнет. Почитала комментарии под сегодняшним мукбанком. И обнаружила там очень много советов от вас. И это очень приятно. Спасибо вам огромное за обратную реакцию. За этот фидбэк. И вы знаете, за последний месяц, хотите верьте, хотите нет. Я поняла, насколько сильно я вас люблю. Я вас очень сильно люблю. Правда, может быть, 30% моей аудитории не поверит в это. Но я получаю огромный кайф, когда я что-то спрашиваю своей аудитории. И они пытаются мне помочь. И мне реально очень приятно. Я буду стараться снимать для вас как можно больше контента. Радовать вас, чтобы вы не думали ни о каких плохих мыслях. Сегодняшний, правда, влог получился не сильно длинный. Даже, я бы сказала, короткий. Но надеюсь, что он вам понравился. Обязательно ставьте лайки. Всех люблю. Ваша Айка.